В Москве призывников пытают и избивают. В Краснодаре атакодронов в школьникам на линейке дают флаги ЧВК «Вагнер». Территория России сегодня подверглась ударам. Впервые с начала войны беспилотники атаковали Краснодар. Да. Два, да. Два прилета. 4.08 и 4.21. Взрыв, по данным оперативного штаба, был слышен в районе здания на улице Морская. На картографических сервисах нет данных о том, что там находится. Но если верить Google Maps, в здании по соседству располагается сервисный центр МТС. А рядом на панорамных снимках видны две вышки сотовой связи. Телеграм-канал SotoVision пишет, что, возможно, целью был расположен неподалеку коммутатор, который поддерживает сотовую связь не только в Краснодаре, но и на всем юге России. Это не единственная атака на российские территории этой ночи. Беспилотник атаковал поселок Октябрьский Белгородского района. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что дрон сбросил взрывное устройство, которое повредило административное здание. Телеграм-канал БАЗа пишет, что целью атаки был офис «Газпрома». Об обстрелах сообщил и губернатор Ростовской области Василий Голубев. По его данным, ПВО сбило украинскую ракету в районе города Морозовск. Ну а накануне вечером три дрона атаковали Брянскую область. Два из них сбросили взрывное устройство в поле в селе Стративо Стародубского района, недалеко от границы. В Москве тем временем силовики вламываются в дома призывников, отбирают телефоны и оформляют войска. Несогласных избивают и угрожают изнасиловать. Об этом узнали наши коллеги из телеграм-канала «Можем объяснить». Журналистам удалось поговорить с родственниками двух москвичей, которых похитили прямо из дома, и одним днем призвали в армию, хотя они оба считались негодными к призыву. Медкомиссия была чисто формальной, а после парней отправили на сборный пункт на Угрежской улице, где они и находятся до сих пор. Телефоны у них отобрали, однако им все-таки удалось связаться с родными и сообщить о своем положении. Они также рассказали, что на сборном пункте десятки призывников, некоторые в отчаянии, один из них даже попытался покончить с собой. Ну а спецкор «Медузы» Лилия Епарова провела расследование и выяснила, как устроены тюрьмы, в которых российские спецслужбы держат схваченных на оккупированных территориях украинцев – волонтеров, журналистов, бывших военнослужащих и чиновников. Заключенных пытают, применяют электрошокеры, бьют, ставят на растяжку, запугивают. Сколько граждан Украины продолжают оставаться в российских изоляторах, точно неизвестно. По оценке эксперта Генштаба ВСУ Ирины Бадановой, речь может идти более чем о трех тысячах гражданских заложников. Статуса военнопленных у них нет, адвокатов и близких к ним не пускают, связаться с ними в большинстве случаев просто невозможно. И даже те, кому удается выбраться, иногда не знают, за что их формально задерживали и почему решили отпустить. А еще десятки людей, по словам Бадановой, за время заключения погибли. В Дагестане продолжаются показательные процессы над теми военнослужащими, кто не хочет воевать в Украине. Как сообщает телеграм-канал ВЧК ОГПУ, 24 мая в присутствии личного состава Владикавказского гарнизона контрактника Дзагоева осудили на пять лет и шесть месяцев в колонии общего режима за то, что тот без уважительных причин не явился на службу в период мобилизации. Это уже не первое подобное дело во Владикавказе. Аналогичный, показательный процесс также прошел там 14 мая. Конфликт в Украине – это надолго. Возможно, на десятилетие об этом заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в разговоре с журналистами в ходе своего визита во Вьетнам. Я процитирую «Пока там такая власть будет, скажем, три года перемирия, два года конфликта и снова все повторится. Нужно уничтожить саму природу нацистской власти в Киеве». Конец цитаты. Накануне в своем телеграм-канале Медведев рассуждал о будущем Украины после войны. По его мнению, одним из ее итогов может стать добровольное присоединение сразу нескольких украинских регионов к России. О том, как регулярные обстрелы должны побудить их к этому, и Медведев, естественно, умолчал. В ночь на 26 мая Россия выпустила 17 ракет и 31 беспилотник по территории Украины. 10 крылатых ракет и 25 беспилотников сбило ПВО. В Днепре одна из ракет попала в здание клиники, начался пожар. По последним данным, пострадали более 30 человек. Среди раненых мальчики трех и шести лет. Оба госпитализированы в состоянии средней тяжести. Еще три человека, которые могли находиться на месте удара, по словам главы области Сергея Лысака, до сих пор не вышли на связь. Есть и один погибший. Это мужчина 69 лет, который в момент атаки проходил мимо здания. Еще один удар в Днепре пришелся по ветеринарной лечебнице. Из-под ее завалов достали тело одного погибшего. Также обстрелом сегодня подверглись Авдеевка в Донецкой области и Гуляйполе в Запорожье. Власти в Гуляйполе сообщают о двух раненых женщинах 47 и 62 лет, а также о разрушениях жилых домов и хозяйственных построек. А в Авдеевке ракета попала в жилый дом, предварительно обошлось без жертв. Об этом сообщает глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Ну а российских школьников продолжают милитаризировать. Ну, как могут. В одной из московских школ выпускникам на линейке раздали флаги ЧВК «Вагнер», ДНР, ЛНР, а также гербовый флаг Российской империи. Давайте посмотрим, как это было. У меня на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь, и оставайтесь на канале Ходорковский лайф.